Александр Будков автор и исполнитель патриотической песни. Работает на западно-таркасалинском промысле. На торжественное открытие выставки, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне и Дню Защитников Отечества, пришел с огромным удовольствием. Александр уверен, в России нет ни одной семьи, которую бы не затронула война и для которой День Победы не был бы особо значимым праздником. Так и в семье Будковых рассказывают удивительную историю встречи у стен Рейхстага деда Юрия Михайловича с его сестрой. Он, как все наши доблестные советские солдаты, они писали на стенах какие-то свои пожелания, кусочки радости, памяти друзей. И в этот момент, когда он писал какое-то свое пожелание, он повернул голову и увидел свою родную сестру. Она стояла буквально в 15 метрах. Это был самый прекрасный, конечно же, подарок именно на День Победы. Правда, такое окончание войны было не у всех. До сих пор остаются ненайденными и незахороненными миллионы советских солдат. И открытие выставки, посвященной Дню Победы, на базе военно-патриотического клуба закономерно. Воспитанники форпоста занимаются поисковой работой. То, что у вас еще в закромах есть, просто-напросто этого зала, мне кажется, не хватит. Большое вам спасибо за ваш труд, за то, что вы открыли и организовали такой выставок. Понятно, что каждый из нас не сможет поехать к экспедиции, но каждый может нести свой личный вклад. Кто-то финансами, кто-то каким-то ресурсом, какой-то помощью и так далее, и так далее. Но всем миром мы можем именно сохранить, привлечь память и вернуть из небытия очень многим людям. Таким образом, благодаря поисковой деятельности, я нашел своего деда, который сейчас погибший. Открывая экспозицию и рассказывая о поисковой работе, руководитель форпоста остановился и на других направлениях деятельности клуба. Олег Рожков считает, что один год службы в армии – это ничтожно мало для воспитания настоящего защитника Отечества. Поэтому, уверен руководитель военно-патриотического клуба, огромное значение имеет допризывная и начальная военная подготовка. Основные навыки и умения по основам военной службы и получают воспитанники форпоста. Мы занимаемся стрелая, огневая, антарктическая, инженерно-саперная подготовка, военно-топография, военно-полевая медицина, много различных других дисциплин. Но по-настоящему воспитывает патриотизм в подростках живое общение со свидетелями Победы. Да и зажавевшие и обугленные войной экспонаты не оставят равнодушными посетителей выставки. Узнать о войне, посмотреть на экспонаты, которые нашли, ну, мне было интересно, ну, в общем-то, мне понравилось. Такие мероприятия – это частичка нашей истории. И если мы не знаем нашей истории, то какие же мы тогда россияне, и вообще какие мы люди. Если в нас нет нравственности, и мы не знаем прошлого, мы не можем узнать и будущего. А будущее у России есть благодаря тем людям, которые 70 лет назад отстояли родину и победили фашизм. Об этом говорили все гости, выступающие на торжественном мероприятии. И об этом еще не раз будут говорить в нашей стране, где чтят и помнят подвиг советского солдата. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского.